В эфире программа «Нить накала». Гость сегодняшней программы – один из самых популярных депутатов Дюгур-Кукинеша – Дастан Бекешев. Беседу будут вести журналисты Апреля Юлия Кулешова, Канат Рыскулов, Оскар Насипкулов и Лена Нечаева. Вы сами поднимаете довольно-таки острые вопросы в парламенте. Да, я слишком много иногда выражаю свое мнение. У нас не любят, когда люди выражают свое личное мнение. Хочется, наоборот, чтобы мнение выражалось как согласие в пользу чего-то мнения. Таких очень любят и уважают, да, в основном. Уважают, может, в кавычках, но, по крайней мере, таких приветствуют. А вы работаете на публику? На публику? Ну, вот сейчас мы же с вами на телевидении. Я думаю, это мы тоже работаем на публику в любом случае. В плане популистом. Но, вы знаете, никто никогда не признает себя популистом. Даже популист. Ну, вот все-таки все, в основном, ваши законопроекты, они все… Популистические? Нет, не популистические, они все довольно популярные. То есть их априори поддерживают… Популярные и популистические – это разные, наверное, вещи, да? Да, да. Но вот слабо принять какой-нибудь вообще непопулярный закон, который никто не поддержит, и у которого априори будет заранее известно, что у него будет много противников. Вы знаете, иногда я раньше инициировал такие законопроекты. Были случаи такие. Например? Ну, если говорить о примерах… Ой, сейчас я вот… Я точно помню, я раньше много таких законопроектов в Пятом Созе инициировал. Сейчас сразу законопроект какой-то назвать очень сложно. А, вот, вспомнил. Я предлагал в свое время законопроект о раскрытии родственных связей, которые работают… Родственников, которые работают на государстве, на государственных предприятиях. И если эти родственники имеют… Ну, в качестве родственников политических должностных лиц. То есть, политические должностные лица как декларацию должны были указывать, какие их родственники продвинулись по карьере в государстве или на государственных предприятиях оказались. Мы же видим же эти случаи. Как только кто-то стал депутатом, его брат сразу талантливый оказывается. Кто-то министром становится, и у него тут же там, я не знаю, супруга тоже очень талантливая становится. И таких примеров на самом деле много. К сожалению, этот законопроект не прошел. Я знал, что он не пройдет. Я знаю, но я его инициировал, и меня общество очень сильно поддержало. Вот, так я про то и спрашиваю. Есть ли какие-то законопроекты, я не встретила у вас в практике, которые народ априори не воспримет, которые будут неприятны для людей, может быть, ударят по карману, но для страны от этого… Были, были. И, ну, эти законопроекты были приняты. Это законопроект по увеличению административных штрафов. Это связанные с безопасностью дорожного движения. Люди очень сильно возмущались, почему мы должны откаты давать больше гаишникам, хотя мы на тот момент вместе с правительством договорились, что мы поднимаем штраф, а они запускают видеокамеры. Но, к большому сожалению, это все осталось на уровне пожеланий и плана. Закон мы приняли, мы свое обещание сдержали. Почему я говорю, мы там еще и инициаторы были. А правительство со своей стороны на тот момент обещание не сдержало. Вот это тот закон, который начал обсуждаться в том же интернет-сегменте, и люди очень негативно, отрицательно отнеслись к этому законопроекту. Кстати, о законопроектах, к которым люди могли бы отнестись отрицательно. Вы как-то в интервью вечернему Бишкеку высказали такую мысль, что можно было бы декриминализировать легкие наркотики. Нет ли у вас смысла оформить это в какой-нибудь законопроект? Я бы с удовольствием оформил бы это в законопроект, если бы у меня не случился бы один случай в жизни моей. Дело в том, что у меня сам родной брат когда-то обвинялся в том, что он якобы продает наркотики, хотя он не занимался продажей абсолютно. Там был случай такой, что ребята собрались, и видимо кто-то из них захотел покурить эту травку. Вот и оттуда, из-за того, что у меня еще на тот момент были столкновения с органами внутренних дел, вот оттуда и эта история началась. И поэтому я как только сейчас инициирую, я знаю, что депутаты начнут всякую глупость, или кто-то начнет глупость всякую писать в газетах, что я якобы хочу это сделать там в пользу своих родственников. Хотя нет, я прекрасно понимаю, я жил здесь в городе, и я встречал когда простых ребят. Ну вот давайте, ну что греха скрывать, да? В университете, когда я учился, многие курили эту травку, многие курили. Я на самом деле, я пробовал, но я там не был каким-то прям наркоманом. Я просто пробовал, это, я считаю, это и не нужно даже пробовать, если честно. Оно ни к чему хорошему не приводит. И вот таких ребят я встречал, к большому сожалению, их милиция, многих из них по тысячу раз ловили милиционеры, многих из них. Они нигде об этом не признаются. Может вот я сейчас, видите, как вот признался, да, получается, что я пробовал? Получается, я признался, да? Вот вы меня видите, к чему подводите. Но я должен в этом признаться, чтобы сказать, что это очень плохо, да? Ничего в этом хорошего нет. И милиционеры ловят и говорят 200 долларов, иначе мы тебя посадим, засудим. И так и происходит до сих пор, поверьте. Ловят многих, но это все не доходит до возбуждения уголовного дела. Я уверен, что это даже основной заработок милиционеров, сотрудников милиции. И они себя, поверьте, свою совесть оправдывают тем, что, ну, они же ничего плохого не делают. Они пытаются якобы бороться таким образом с наркоманией. Я уверен, что они приходят домой и говорят жене, да, я взял вот эту взятку там от вот этого наркоши. Ну, что я плохого делаю, понимаете? Для них они уже себя оправдание придумали, проснувшись утром. А с вашим братом, получается, все-таки дошло, да? Потому что я читал, там было такое... Там, да, до суда все дошло. Там просто изначально вообще клеили такую статью, что... Сбыт наркотиков. Сбыт, да, там большой объем, туда-сюда. Сто граммов, да, вроде? Да, нет, там, по-моему, даже больше что-то было. Вот. Ну, слава богу, да, как бы все это закончилось. Просто... А чем закончилось? Ну, вот, закончилось судом, условным наказанием. Ой, сколько дали? Условное наказание, там, по-моему, год. Не пять лет? Нет, нет, я вот не помню, год, по-моему, да. Я не вмешивался в этот процесс, поэтому я брату сказал, ну, если у тебя компания плохая, виноват, наверное, ты сам в этом, да? И вроде бы он у меня сейчас исправился. Нет, он вполне нормальную жизнь ведет. Ну, у вас же тоже, да, был риск попасть в не самую хорошую компанию? Вы знаете... Я читала в вашем интервью, что вы могли бы стать одним из тех, кому сегодня подают там милостыню, да? Ну, мог бы стать. Дело в том, что вот эта вот дворовая жизнь, ребят, да, когда тебе нечем заняться, она тебя может засосать немножко в другую сторону. И я вот прекрасно помню, это был девятый класс, и так получилось, что... Ну, представьте, я юноша на тот момент, это не тот я, который сейчас сидит перед вами, да? Это человек, который, я не знаю, ну, на тот момент там максималистские какие-то взгляды были, да? Это совершенно другой человек. И у меня еще плюс такая ситуация была, когда мне на тот момент врач Алмазбек Кисманкулов сказал, что ты видеть никогда не сможешь, извини, дорогой друг. У меня депрессия была, естественно. И как бы в этой... Все это совокупе сошлось, и я начал общаться с друзьями, которые там любят выпить и поиграть на гитаре. Ну, я заодно научился играть на гитаре, конечно. Плюс какой-то. Плюс и есть свои. Я понял эту дворовую жизнь, и одному я рад, и рад, и благодарен Богу, и благодарен вообще, что у меня такие друзья потом подвернулись, которые мне сказали, эй, не надо туда идти, ты должен заниматься совершенно другими вещами. И я потом в 10 классе резко взялся за учебу, экстерном начал сдавать математику, там активно взялся за информатику, то есть у меня появился интерес к жизни, а какой-то период я просто этот интерес утратил. Это, я думаю, у каждого из нас бывает в жизни, да, или было, по крайней мере, да, но самое главное этот этап пройти. А есть что-то, за что вы испытываете, может быть, стыд, какие-то ошибки, которые вы понимаете, что не стоило этого совершать? Что вот прям вас гложет? Это, если какой период возраста взять, я думаю, у каждого из нас есть. Ну, нет, ну, в зрелом возрасте, не детский возраст, а после 10 класса. После 10 класса, да. Может быть, ваша политическая карьера. Вы знаете, ну, я думаю, что мы все люди не без греха, да, и если человек будет без греха, это уже пророк, можно сказать, даже пророки хотя грехи совершили. Вот, поэтому, конечно, такие ситуации были, только не пытайте меня, какие сразу, да, я о них, наверное, не скажу. Хорошо. В религии есть такое понятие, что если ты больше будешь рассказывать людям о своих грехах, то потом эти все люди, которые узнали о твоих грехах, они предстанут свидетелями, когда ты попадешь в тот мир. Поэтому не хотелось бы, чтобы у меня было очень много свидетелей. А вы верующий человек? Я верю в Бога, но я сразу должен сказать, что я не соблюдаю все, наверное, традиции, то есть пятикратный намаз читать, мне никак не получится. Но я прежде всего сердцем и душой верю, да, я знаю, что мы не просто так живем, я знаю, что солнце, которое постоянно утром появляется, ночью заходит, оно как было миллион лет назад и будет через миллион лет вперед, но это же кто-то породил, это закономерность, кто-то родил. Вы представляете, из соединения двух каких-то жидкостей появляется человек, да, там, этого двух клеток, да. Это же механизм, на самом деле, чудотворный, запустил, я думаю, все это Бог запустил, да. Есть, есть. Но я должен сказать, что да, я не соблюдаю, я не там пять раз намаз читать, у меня такое не получается. Вот депутаты часто задают вопрос, в том числе судьям задавали, вы боитесь Бога, вот вы боитесь Бога? Ну, я, скорее всего, я люблю Бога. Я бы так сказал, что когда вам говорят, бойтесь Бога, не делайте то-то, то-то, бойтесь Бога, и вас призывают, да, вас зомбируют, вам говорят, бойтесь и бойтесь, и ничего не делайте, бойтесь, слушайте нас только, им нужна власть, им нужна власть, да. И при этом, когда они говорят, бойтесь Бога, они же сами не боятся и вытворяют всякие кошмары. Меня вот такие люди больше страшат, такие двуличные люди, к большому сожалению, есть люди, которые пользуются религией, можно сказать, зашли на пьедестал в этой религии, да, стали популярными людьми, и они пытаются управлять, воздействовать на общество. Вот это печально. В таком случае, чего вы боитесь? Ну, конечно, Бога я тоже боюсь. Я боюсь за свои какие-то неправильные поступки, я иногда переживаю то, что вот что-то, кого-то я где-то обидел, я переживаю за то, что это все равно ко мне может вернуться, да. Вот за это ты переживаешь. Боишься за то, что когда-то в будущем родители, а это когда-то произойдет, родители тебя тоже покинут, и вот этого вот боишься. Если возвратиться к той теме с травкой, да, то Кунбек Абдевулов предлагал такую же инициативу, его поддержали, в частности вы. Да не то, чтобы поддержал, декриминализация не есть легализацией, я сразу вам скажу. Декриминализация это убрать статью, которую бы пользовались там милиционеры и наказывали. Кстати, почему ее декриминализировать еще бы хотел бы? Я почитал статистику различных стран, в том числе латинских стран, там, у них когда они сделали, в Португалии, когда декриминализировали, у них резко сократилось количество преступлений. Почему так произошло? Потому что милиционеры стали заниматься другим, они действительно начали бороться с преступниками, понимаете, те, кто насилуют, те, кто убивают, а не те, кто там, Курнук где-то упал там сам по себе, да. То есть я правильно понимаю, это не наказывать именно тех, кто употребляет, наказывать тех, кто сбывает, кто продает. Конечно, те, кто продает, их безусловно надо наказывать, они же все равно наносят урон к каким-то семям, да. Возможно, в будущем мы придем даже к легализации. Я думаю, мы к этому придем, видите тенденцию, Америка, Канада, да, вон в Канаде чуть ли магазин один не разгромили, когда легализовали, они сами не ожидали такой реакции. Я уверен, если мы легализуем, у нас, поверьте, этот магазин разнесут, просто разнесут, молодежь его разнесет. Потому что в интернете все герои там, да, как вы смеете, но при этом люди совершают там разные грехи. Я просто знаю молодых ребят, которые бьют себя в грудь, они говорят, я патриот, там, туда и сюда. Он действительно, он остается патриотом, но при этом он умеет такую грехну, курить травку, что сделаешь. В обществе сложилось такое негативное мнение о депутатах, вызванное, в частности, ну и тем, что по каким-то данным депутаты получают слишком много, да, то есть плюс зарплата, плюс различные надбавки, плюс там надбавки за консервацию, варенье, то есть сколько вы получаете? Вы знаете, я уже устал оправдываться перед друзьями. Я за консервацию не получал эти 35 тысяч сон. У меня есть друг фермер, он говорит, слушай, дай мне эти деньги, я тебе законсервирую продуктами, я тебе буду продуктами отдавать. Я говорю, не получал я этих денег. Моя зарплата 50 тысяч суммов, ну, что тут скрывать, да, это вот со всеми там, наверное, надбавками и так далее. Есть у нас 13-я зарплата и квартальная еще это, то есть премия к этой зарплате примерно в таком же окладе. Что сказать, если говорить по зарплатам? Я вообще противник того, что говорить, вот у депутатов такая большая зарплата, а у учителя у нас маленькая зарплата. Понимаете, мы к чему идем? Мы противопоставляем друг против друга и порождаем ненависть в обществе. Это очень плохо. Мы должны вести речь, что у всех у нас на самом деле низкие зарплаты. Вот давайте, если сравним тех же депутатов Республики Казахстан, тех же депутатов, я не знаю, там, Таджикистана, Узбекистана. У нас низкие зарплаты, поверьте, если по сравнению с ними. Уровни принятия решений. Да, учитель дает образование, врач дает здоровье. Это безусловно очень важно. Но депутат может на всю целую страну какой-то законопроект вытащить. И он может оказаться коррупционным. Вот представляете, если депутат, он будет малый зарплат получать, у него нет бизнеса, да он будет то и дело гоняться там, где бы там подзаработать, под шумок. Раньше говорят даже, ну вот такая была, говорят, практика, я, честно говоря, не сталкивался, даже письма писали за деньги. Вот допустим, раньше можно было, оказывается, написать в суд, прошу такого-то человека там под поручительство отпустить из, ну там, СИЗО, там еще откуда-то, да. И, пожалуйста, вот за это 2000 долларов, говорят, брали. Видите? Поэтому я думаю, что надо создавать нормальные условия и требовать нормальные. И требовать с этих депутатов, министров работы. А сейчас есть возможность у депутатов брать взятки? Я думаю, возможности во всем и везде можно, конечно, найти, да, при желании. Обмануть я не буду, безусловно. Возможно, там кто-то может договориться, что я твой вопрос продвину, про... Ну, тоже смотря какой вопрос. У нас... Лобби. Вы знаете, вот допустим, мы это можем назвать лобби, а может это действительно в пользу самого же государства. Бывает же и такое лобби, согласитесь. Бывает на пользу предпринимателю и не вредно никому от этого даже. А вам приходилось попадать в такие ситуации, когда либо... Ну, допустим, вам предлагали такую взятку какую-нибудь за что-то и... Возьми взяточку, да, и... Да, да, реши такой вопрос. Ну, на самом деле нет, мне так не подходили. Повезло или... Я не знаю, мне кажется, просто может быть бояться, может быть. Но, вы знаете, намеки всегда бывают, да, там... Намеки разные бывают. Вы недавно говорили, что 120 депутатов для такой небогатой страны, как Кыргызстан, это слишком много. По вашему мнению, сколько их должно быть? 90, я думаю, это было бы оптимально. Вы знаете, это только лишь мое мнение, не основанное ни на чем. Я думаю, это просто интуитивно. И точно так же интуитивно предлагают все другие. Никто вам обосновать не сможет. Ни 120, ни 150, ни 50, ни 5. Никто не сможет обосновать. Каждый там начнет количество районов у нас, только, ну, выдумывая всякую ахинею. Я просто исхожу из того, что нам бы чуть-чуть подсократить расходы государственного бюджета. И надо параллельно сокращать не только депутатов, но и членов правительства. Ну, что такое у нас, сколько министерств. Аудиторов счетной палаты. Вы знаете, аудитор счетной палаты, на него в год уходит тоже там порядка 3-4 миллионов сумм. Никто о них не говорит, а их 9 аудиторов. В других странах 5 аудиторов счетной палаты, 3, это у нас 9. Все у нас хотят быть министрами. А там можно у нас тоже 3 сделать. Можно. И везде и всюду можно вот такие сокращения провести. Не только с депутатами сразу, я говорю, да? Ну и по всем сразу секторам пройтись. Ваши странички в соцсетях, кто их ведет? Смотря какие. Ну, Твиттер, Фейсбук. Вот я еще в Инстаграме сейчас начал прямые эфиры делать каждый день. Вот мы с той недели ведем, я показываю прям. Вы можете в сториз зайти, как мы сегодня работали. Я звоню гражданам там. То есть Твиттер я сам пишу там. Я очень много пишу, как я проснулся рано утром, в 5 утра, в 4 утра. В Фейсбук иногда я сам статьи выкладываю, но по большей части статьи выкладывают помощники. А если личные какие-то сообщения, то я сам лично отвечаю. А статью в Википедии про вас кто писал? В статью в Википедии, по-моему, мои помощники писали. И я немножко вот недавно буквально сказал, что как будет у нас какой-нибудь перерывчик, мы ее переработаем обязательно. Там что-то не очень мне понравилась информация, я хочу более ярче ее написать. Я вообще не люблю скучную подачу информации. Родился тогда-то, учился там-то, закончил так-то и все. Многие так и на этом заканчиваются. В темноте, во время вчерашнего выступления вы сказали, что личность вы не самая яркая, грубо говоря. Что значит не яркая? Яркая? Ну, блин, особо про себя много не сможете сказать. Я сказал, что я обычный человек. А, ну, самый обычный человек. Да, я обычный человек, я так же, как и вы, имею те же финансовые проблемы, я имею те же, может быть, иногда там, вот вы наверняка там, супруга есть у вас? Нет. Нет, да? Вот вам повезло, поверьте, в некоторой части повезло, это и плюс, и минус. Вот, у вас есть муж? Да. Вот, видите, у вас же тоже бывают семейные проблемы, согласитесь? Бывает? Ну, конечно. Бывает, вот и так же и у меня бывают разные, понимаете? Мы же все обычные люди. Депутаты с космоса не спустились. Я по-прежнему живу так же. Да, может быть, где-то у меня что-то улучшилось, я об этом говорил, но я имею те же проблемы. А где вы живете, кстати? Ну, я живу в Бишкеке. В депутатском доме? Нет, 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 я декларацию указал, наконец-то в семнадцатом году мы приобрели квартиру, долго очень копили, приобрели бы, наверное, раньше, еще в 2012 году, если бы не фракция Арнамыс на тот момент. Так получилось, и я даже рад, что, наоборот, что так вышло. А большая нет? Я все буду... Трехкомнатная квартира, вот. Я не сказал бы, что большая, наоборот, после переезда со служебного дома, да, где депутаты живут, она показалась очень маленькой. Живете с кем? Это вот вы сами накопили? С супругой и зачереду. Да, копили. Ну, вот 50 тысяч в месяц, мне кажется, не так-то просто. Ну, там еще и супруга помогала, это же не то, что только моя часть. Хорошо зарабатывает супруга. Ну, у ней бывает. На нее записано, да? Нет, зачем? Я на себя записал. Все, что на жену записывали. Тикибаев говорил, записывайте все на жену. Вы знаете, как бы, можно и так поступить. Ну, а если он завтра с женой поссорится, что тогда? Ну, я все равно, если не дай бог, я в любом случае половину отдам. И у меня есть дочь, и я вообще сказал, это не твое, не мое, это ее. А вот бытует мнение, что власть, не только власть, политика, да, нередко портит в сущности неплохих людей. Да, да, я таких встречал. То есть, с вами этого не произошло? Ну, вы знаете, у меня те же друзья, да, те же друзья. Я к своим друзьям плохо не отношусь. Я не говорю, что извини, друг мой, я тут работаю, работаю, и к ним там вообще там на них внимания не обращать, такого нет у меня. Я также с друзьями общаюсь. У меня родители в обычном, в обычной квартире живут, там, где они жили и 20 лет назад, вот, в обычной квартире. Ничего, никак я не испортился. Мне говорили, что вот, когда я помню, первый раз я депутатом стал, говорили, что если вот, я не знаю, там, как-то говорили мне, в бочку что-то закинешь, ты точно таким же соленым станешь, и что-то такое. Есть разных сфер, есть урологи, есть фермеры, разные сферы. Есть даже один безработный, есть. Почему не пристроите до сих пор? Есть один мигрант в Россию уехал, к большому сожалению. Безработного-то что не пристроите? Ну, как его пристроишь? Я же не смогу ходить там везде бегать. У меня вот, что я не люблю, это действительно быть кадровым агентством. Бывают, конечно, какие-то личности тебе нравятся, и ты просто говоришь, а вы посмотрите, да, и министрам, откровенно я вам скажу, бывает такое. Вы посмотрите, этот человек вроде бы действительно работает, можно бы его взять, можно посмотреть, почему нет. В этом году, да, весной вы говорили, что смена правительства затормозит многие процессы как минимум на полгода. Ни бизнесу, ни простым гражданам это ничего хорошего не сулит, и временно покайфуют псевдоактивисты, которым хорошо, когда в стране плохо. И отдельные политические силы. Ваше мнение с тех пор не изменилось? Абсолютно нет. Даже если это правительство будет выгонять и будет голосовать за то, чтобы оно ушло, я считаю, что этого не надо делать. Но вот эти перетурбации, они уже надоели всем. Это вы уже говорили как раз тогда, когда выносили, парламент выносил вот у недоверия правительству Исакова. Да, да. Оглядываясь на то время и вот сейчас, когда прошло некоторое время, это правительство поработало, да? Как вы оцениваете работу этого правительства и в частности этого премьер-министра? Ну, вы знаете, оно работает стабильно-медленно. Вот, я бы так сказал бы. Но это не то, чтобы лишь бы обидеть правительство. На самом деле, ты ждешь некоторые решения, и большому сожалению этих решений пока нет, да? Особенно экономических решений. Невозможно решать какие-то социальные вопросы, пока не решены экономические вопросы. В каком, кстати, выступлении Мухаммед Хлэбл-Газиева на английском? Это где он так... А, это на играх в кочевниках. Ну, я думаю, что это был экспромт его, наверное, да? А может быть, кто-то написал. Я не знаю, но вы знаете, пусть он сам себя оценит. А вы сами владеете английским? В большом сожалению, нет. Большое желание владеть. Но я учился в той школе, где у нас не было соответствующих учебников. И я хочу сейчас вот для своей школы исправить эту ситуацию в 2019 году. Ваша школа? Это школа специальная. Там обучаются дети с проблемами зрения. А какими языками вы владеете, кроме кыргызского и русского? Кроме кыргызского и русского, наверное, языком любви. Ну, это такая шутка, конечно. А вот если о любви поговорить, у вас много было в жизни женщин? Вы меня прям, я не знаю, но... Краска двоярщая. Ну, интересный вопрос. Ладно, любвей сколько? Любвей? Вы хотите, чтобы у меня потом был конфликт, да? Нет, но это же было до. Да, до жены. Не во время. Нет, у меня жена самая единственная. Вот, поэтому любвей было не так много. Была, конечно, и первая любовь, которая к тебе там твои гормоны все будоражит. Это, я думаю, у всех такое бывает. А когда это было? Ну, и, наверное, слава богу, она была не взаимной. Слава богу, это где-то вот как раз в классе 10-м, когда я взялся за ум. Это, наверное, один из стимулов было, чтобы я учился, наверное. Вот так вот. А сейчас ваши вот, ну, наверное, раньше зрение, все-таки потеря зрения, да, как-то, ну, мешала, да, в школе, там, когда вы все это проходили. А сейчас это вам как-то мешает? Вы знаете, сейчас, слава богу, компьютерные технологии, информационные технологии, они выросли так на хорошем уровне, что, в принципе, большую часть информации можно воспринимать без помощи кого-либо, да. Что мне очень-очень сильно помогает. Какой, скажем, гаджет или ноу-хау технологически используете? Да какой ноу-хау? У меня обычный Samsung S5, я никак его обновить не могу. Уже 4-5 лет пользуюсь этим телефоном, он замыкает, там, отключается, ну, я им пользуюсь пока. А вот такой немножечко, может быть, неприятный вопрос. Да пусть. Но, мне кажется, многих это интересует. Вот не было мысли о том, что вас позвали в депутатство именно, чтобы закрыть вот эту квоту. Вот эту квоту? Да. Нет, эту квоту придумал я сам, и я не думаю, что меня позвали только лишь ради того, чтобы закрыть эту квоту. Поверьте, всегда найдется тот человек, кем закроет эту квоту. Всегда найдется. И я думаю, что, в принципе, я пришел в парламент, может быть, благодаря своим активным каким-то действиям. Если бы я просто получал бы зарплату, и я всем говорю, я мог так получать, просто сидеть и получать зарплату, и ничего не делать. И мне бы никто, поверьте, никто не говорил бы каких-то там плохих слов. Наоборот, говорили бы, давайте ему попробуем еще побольше зарплату дать. Вот такой у нас депутат, ну что сделаешь, жалко его. Давайте ему, давайте еще придумаем ему социальную премию какую-нибудь, да, там. Поверьте, это возможно, и сейчас это возможно, но я все-таки не из тех людей, которые бы там ходили, бы плакались, просили бы себе каких-то скидок. И мои коллеги это прекрасно знают, поэтому мне даже очень нравится, что даже если они меня ругают, они ругают меня, вот, знаете, как вполне здорового человека, да, там, дискуссии. Никогда они эту тему не затрагивают, поэтому все нормально. Я думаю, что это благодаря тому, что я неплохо себя показал в предыдущем создании. Вспомнил одну из ваших инициатив, отмена детского питания, питания школьникам. Это не инициатива, это вопрос, речь была о том, что у нас приоритет в школах. Книги или еда? Да, да, мы на книге выделяем 120 миллионов сомов, всего лишь 120 миллионов, на питание выделяем 450 миллионов сомов. Ну, в конце концов, тогда давайте увеличим деньги на учебники, потому что первоначальная цель школы не накормить ребенка, а дать ему, наверное, какое-то образование, какое-то воспитание. Да, конечно, ребенок, который голодный, он будет очень плохо учиться, это я прекрасно понимаю, но тогда нужна тут адресность. Адресность нужна. Мы не можем за счет бюджета всех кормить, поверьте. Здесь, возможно, нужно будет сказать, что дети из богатых семей, они должны сами оплачивать горячее питание. Вот, возможно, так. Но в итоге с учебниками у нас все та же беда. Все та же беда, и я думаю, что я посмотрел бюджет на ближайшие три года, ситуация не будет меняться кардинально. Я, по крайней мере, не заметил из документов, что что-то будет меняться. Вот, возвращаясь к вопросу парламента, вы ушли из Ирнамыса, как написано в той же Википедии, по идеологическим соображениям. Да, и ушел в СДПК, там, да? Нет, там написано, что вы создали свою партию, простите, я не помню название. Апниет, да, была такая партия. А потом ушли в СДПК, почему? Почему вы не пошли тогда со своей партией? Вы знаете, пойти со своей партией, мы посчитали, там это очень вышло, большую копейку бы вышло бы. Этих денег не было, и, естественно, начали разговаривать с партиями. Ну, и так получилось, что договорились с Алмазбеком Шашиничем Атамбаевым. Он вас позвал? Или вы сказали, может, я к вам? Мы в 2014 году предварительно разговаривали, в 2015 году было уже, ну, окончательное подтверждение того, что я буду выздороваться. Вообще у нас есть еще и виски, может, виски? Нет, я не пьющий. Совсем. Вы не пьете, не курите? Нет, я 4 года не пью, не курю. Я уже, я вам сейчас скажу, если не вру, то 11-12 лет, наверное, 12 лет. А как расслабляетесь? Как отдыхаете? Ну, я сильно не напрягаюсь, чтобы потом сильно расслабляться. Но для меня расслабление, это вот я в бассейн, когда хожу, вот это кайф, да. По утрам пойдешь, так лень заходить в эту холодную воду, с ненавистью заходить. А когда выходишь, поверьте мне, это как будто ты заново родился, так классно, так свободно. Шахматы тоже, да, расслабляетесь с шахматами? Как же там расслабишься? Вполне, вот, не знаю, как связание с шахматами, когда играешь. Почему нет? Я играю вот с компьютером, сейчас вот дочку по чуть-чуть обучаю. Вот про дочку я смотрела одно ваше интервью, и вы рассказывали, что вы придумываете сказки на ночь дочери и рассказываете ей сказки. Бывает, нашу политику превращаю в сказку, там рассказываю, что... Ой, расскажите вот последнее. А герои, персонажи? Что жил тигр, который царствовал, был у него лиса, который присматривал за птичками, и тигр говорил лисе, что эти птички пели так, как и я хочу, и птички пели. Один воробушек не так спел, и этого воробушка выпнули из птичьей толпы, ну, что-то такое. Потом пришел медведь, свернул этого тигра, и лиса стал слушать медведя, ну, то есть, вот такие сказки я рассказываю. Да, потом лиса сказал, я сам по себе тигр, я в тебе больше не нуждаюсь. Нет-нет-нет, а лиса ходила то туда, то сюда. Ну, то есть, там разные сказки я рассказываю, на самом деле, интересные. А вот ситуация нынешняя? Я даже думал, я даже думал книгу написать, сказочки, 10 штук написать, там, Алсушкины сказки, ну, потом, я думаю... Сказочки начинаются с 90-х, да? Ну, я думаю, что пока рано, да, я еще не владею острым слогом, или таким слогом, который был бы понятен всем детям. А вот в парламенте сейчас чувствуются какие-то перемены? Может быть, центр силы куда-то перетек, или как вот там сейчас дела обстоят? Редко возникает ощущение, что депутаты просто принимают те решения, которые им как-то сверху спускают. Вы знаете, это, наверное, какие-то острые, какие-то политические вопросы, да, когда каких-то вопросов касается? Да, мы их имеем в виду. Я не думаю, что там по каждому законопроекту приходят... Ну, конечно, нет, да, мы именно вот такие... Решения не спускаются, они просто намекают, и ты должен просто это решение оформить. К большому сожалению, иногда так происходит, к большому сожалению. И раньше так было, и я думаю, будет лет через пять. И даже те, кто вот субботу, вот 24 ноября собирались, там очень сильно много хорошо поговорили, я думаю, и они будут, и они будут оформлять решение, поверьте, они это и делали. А вы и так оформляете решение? Вы знаете, мой минус в том, что я часто выражаю несогласие. Вот это мой минус, наверное. Ну, может быть, для народа это плюс. Ну, вы знаете, народ разве будет голосовать за этот плюс? Народ, то, что сегодня прошло, я как говорил, народ у нас очень добрый. И то, что сегодня произошло, они завтра уже забудут, поверьте мне. Если, конечно, средства массовой информации нет. Такой вопрос, как вам предложение лишить работающих пенсионеров пенсии? Нет, это невозможно, нельзя, это грех. Таким вещами нельзя. А кто-то из депутатов считает, что не грех. Нет, нет, нет. Если, понимаете, наша проблема, вот почему у нас нету доверия государству? Потому что государство спередает, а потом думает, а можешь забрать? Или наоборот, принимает какой-то закон, а можешь отменить? А вот со статусом экс-президента та же самая история или нет? А что со статусом экс-президента? Ну, вот комитеты уже одумали. Там проблема другая. Там проблема в том, что нету механизма лишения статуса неприкосновенности. Нету этого механизма, он нигде не прописан, поэтому его прописать обязательно нужно. Так вот, что в законе прописывают. В законе же вот прописывают. Вы читали? Я его, сам текст еще законопроекта не читал, я слышал, что он сегодня в комитете прошел. Но если и СМИ судить, то в принципе все правильно. Если судить из контента, как будто бы это направлено против одного человека, да, так получается, да? Но я считаю, что мы не должны направлять против кого-либо это. Это в целом должно быть, потому что раз мы можем депутата лишить неприкосновенности, президента можем лишить неприкосновенности, то почему экс-президента нельзя лишать неприкосновенности? Там просто есть такая статья в конце, статья 3 она называется, в ней написано, что раз вот этот вот конституционный закон вошел в резонанс с конституцией, которую приняли в 2010 году, а неконституционным, антиконституционным его признали только сейчас, но он противоречил вот той конституции 2010 года, то давайте тогда мы отменим этот закон вот аж тогда, с 2010 года, задним числом получается, как вам вот это норма? То есть получается на Баке его не будет, да? Нет, нет, вот там с июня или с июля 2010 года. То есть получается я вот, допустим, курила возле здания Белого дома, это по закону было можно, а потом сказали, нет, давайте запретим, но запретим не сейчас, а вот с 10 лет назад. Вы знаете, это все на самом деле ерунда. Да, если надо откровенно говорить, если человек совершил преступление, там есть у него неприкосновенность, надо показывать и за это сажать, вот и все. Там игры с этим неприкосновенностью, я не думаю, что если у нас есть какие-то доказательства, то, что человек совершил тяжкое преступление, экс-президент, ну, знаете, тут какие-то законы не должны быть препятствием. Ну, с карманной генпрокуратурой, с карманным парламентом, наверное, несложно будет подтянуть за уши. Вы знаете, ну, по поводу карманный парламент, я бы так не сказал бы. Парламент у нас иногда бывает очень некарманным, знаете. И я здесь бы, наоборот, защитил бы своих коллег, я бы сказал бы, что парламент у нас некарманный. Парламент, он у нас такой, какой сложился вот как раз после 2010 года. Бывают в парламенте инициативы и законопроекты для галочки, чтобы показать свою бурную деятельность? Ну, я таких, не знаю, я всегда говорю в адрес правительства, что очень много законопроектов к нам сыпятся, редакционного характера. А поменять на Б, Б на А, запятую на точку, и вот это законопроекты для галочек. Я считаю, галочку себе поставили, ну, мы работаем. А на это, знаете, сколько времени и денег тратится, это ужас просто. Жалко просто даже. Вот вы как-то говорили недавно совсем на встрече с гражданами, я процитирую, менеджер народа не должен быть тупым. А у нас много тупых депутатов? Я ничего IQ не оценивал. Я просто, это мое мнение, я считаю, что если ты действительно, ну, как бы, пришел туда, ты, естественно, должен быть всегда в тренде, ты должен всегда читать, ты должен всегда следить за какими-то вещами, ну, там, и, ну, как бы, не предлагать таких антинародных каких-то инициатив. А вы много читаете? Я читаю достаточно, наверное, много. Я читаю по работе слишком много. Я читаю вот эти все законопроекты, пишу очень много предложений. Ну, это понятно, а вот у нас художественная литература, вот что-нибудь, какая последняя. Я всегда, я всегда по утрам, начинаю свое утро, полчаса чтения, это обязательно. А что сейчас читаете? Я сейчас вот нашел такую книжку, она очень старая, «Самый богатый человек в Вавилоне», это такая самым мотивирующая книга, я и такие иногда читаю. А так, в основном, политического характера книжки читаю. Макеавель? Нет, 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 нет. Я Макеавель давно прочитал, я вот прочитал такую книгу, «Многоликая коррупция», я, кстати, подарил президенту эту книгу. Как он оценил подарок? Я не знаю, честно, реакцию я не знаю, я надеюсь, передали этот подарок. А вот экс-президенту я тоже подарил книгу. Какую? Сразу сейчас не вспомню название. Ну, про что хотя бы? Это есть у нас финансовый трейдер, он очень известен в мире, и он разный, там, «Черная лебедь» написал книгу, вот, из этой серии. Такое ощущение, что вы книги дарите с каким-то подтекстом, что только так послание. Ну, может быть, это руководство к действию, да, может быть, так. Ну, так вот. А сколько времени уходит на почтение одной книги? Ну, это все зависит от объема книги. Ну, такая, стандартная, на 300 страниц, допустим. На 300 страниц? Ну, может, неделю, может быть, меньше. Если это очень интересно, то меньше. Гораздо меньше. Ну, вот, недавно про Данию я прочитал, как живется в Дании. И на следующей неделе собираюсь как раз, кстати, в Данию. Так получилось, что я начал читать эту книгу, а потом мне предложили эту командировку. Вот, интересно было, получилось. В следующий раз про что тогда читать будете, чтобы поехать? Нет, ну, я специально так не читаю, чтобы куда-то поехать. Я сейчас очень много про Индию читаю, мне просто интересно там их самобытность. А вы были в Индии? Нет, ни разу не было. А есть какая-то страна, куда хотелось бы уехать? И вообще хотелось бы уехать? Из страны? Да. Вы знаете, мне постоянно моя супруга предлагает переехать. И у нас на почве это много очень недопониманий. Я не собираюсь никуда уезжать, и не охота мне никуда ехать, на самом деле. Моя страна здесь, я здесь хочу жить. А жене куда хочется? Ну, у нее, понятно, у нее родители, и она сама жила в Америке, и поэтому, может, поэтому, да? А вот, если же долго жила в Америке, ну, наверняка пропитана жена западными ценностями, да? Вы разделяете? Нет, 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 у нее нет никаких западных ценностей, все нормально. А, то есть, если западные ценности, то уже не нормально. Нет, это нормально, почему? Просто тогда столкновение ценностей происходит в семье, вот и все. Вы больше патриархальный такой человек? Да нет, 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 я наоборот больше либеральный. Ну, конечно, у меня взгляды, да, такие, больше консервативные, конечно, а так... Консервативный либерал? Нет, 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 ну это как сказать, взгляды, может, консервативные, а в семье у меня нет такой сядь, встань, там, то есть нет такого командного отношения, нет. То есть жена у вас не стандартная келинка, да, которая там... Нет, ей не приходится работать на моих родственников часами, нет. А родственники как к этому относятся? Ну, вот есть же все-таки какие-то постулаты, да, в обществе, которые соблюдаются? Вы знаете, мы живем в этой жизни одиннадцать, и каждый должен жить, наверное, как ему комфортно, да, как комфортно ему, а не думать о комфорте родственников, это в первую очередь. Конечно, родственники, на них надо думать, но не так, чтобы там за ними прислушиваться, они сами себя могут обслуживать, я не думаю, что они будут возражать. Какую музыку любите слушать? Кайли Минок. Ого, огромный запомнил. Кайли Минок, разную, металлику могу послушать, если из рок-стиля, да, Виктора Цоя, то я классическую музыку люблю послушать. А на гитаре сейчас играете вы? Нет, я, к сожалению, очень сильно стал забывать. А когда в последние нас играли? Года два или три, наверное, назад. Да, года два-три назад где-то так. С поступлением в ВУЗ из гитары, да, у вас была какая-то история, что вам пришлось гитару продать? Мне жалко эту гитару. Это была ваша первая гитара? Это моя была первая гитара, и мне ее пришлось продать, чтобы выручить средства для подачи документов в университет. Ну, сколько вы мне продали? Сумма же, наверное, не очень подошла. Я помню, что 500 сомов, что ли, было где-то так. Потому что там надо было 280 или 200 сомов сдавать университету, и мне нужно было для двух-трех университетов деньги нужны были. Как раз вот за эти деньги я и продал. Вот вы рассказывали, что читаете книги по утрам, ходите в бассейн, рассказываете на ночь до чересказки. Плюс, ну, коллеги не дадут соврать, среди журналистов известно, как один из самых эффективных депутатов. Да, Юль, давай, рассказывай. Все журналисты знают про вас анекдот. Я не знал про анекдот. Он немножко такой радикальный. Заходит человек с автоматом наперевес в парламент, начинает стрелять и говорит, достану Бекешев, пригнитесь, пожалуйста. Там было чуть-чуть по-другому. Да, я помню. Кто из вас достану Бекешев? Вы встаете и говорите, я, он говорит, достану Долобаевич, пригнитесь. Вот. Спасибо. Так, собственно, к сути вопроса. Как выстроен ваш день? Как вы на все это находите время? Вы знаете, вот я, допустим, сегодня вел заседание комитета, и я по ходу сижу читаю новости. Я слушаю, ну, наверное, так уже мозг устроен, что я могу слушать, и когда задают друг другу вопросы, потому что я веду, представьте, вот я веду заседание комитета, я не вижу, да, вот люди сидят за столом, там министры, тут депутаты сидят, у меня вот здесь помощник, он постоянно шепчет, так, там этот записался, я говорю, запиши, этот записался. Я еще параллельно запоминаю, и тут листают, так. А министр ковыряет носу. Министр там что-то, мне, понимаете, мне без разницы, вот у нас обращают на вот эти вот мелочи, я на суть стараюсь больше акцентироваться. Я в это время сижу, там новости листа, я так смотрю, что там, кто там. Вот так оператор какой-нибудь подснял, да? Да, пожалуйста, ну, я ничего плохого не делаю, я полностью слежу за процессом. Как только депутат закончил, я тут же спрашиваю, вопрос закончен, да, закончен, все, следующий вопрос. Я пытаюсь, ну, как бы, ну, что я буду вот просто сидеть вот так и слушать, что это мне даст? Я его и так слышу, понимаете? Я поэтому постоянно стараюсь, ну, вот если я еду домой, если это пробки, да я лучше просто книжку послушаю, да, чем просто вот ехать и, не знаю, ничем не заниматься, да. Утром я знаю, что надо проснуться, сделать зарядку, потому что потом мне очень много предстоит сидеть. Слава богу, не в тюрьме, а в парламенте, да? А сидеть в тюрьме, как вы к этому тренду относитесь? Это очень негативно показывает нашу страну и перед другим, поверьте, это другие страны тоже читают, смотрят, они видят. Да, мы говорим, у нас демократия, парламентская республика, там, одно говорим, а другое делаем, сажаем свободно, там, депутата до кого захотел, вором назвал, там, вот ТРК везде просвистели, там, тут же 500 экспертов подключили, одну дудку сыграли, все сказали, да, вот такой вор есть у нас, понимаете? Это нехорошо, на самом деле. И я тогда говорил, что нужно заниматься не только посадками, надо устранять именно коррупцию, не так просто посадил кого-то, а причину этой коррупции. Слава богу, вот я сижу рядом и не могу отвести взгляд от ваших очков. Очки у вас всегда одинаковые или есть разные, необычные? Нет, они разные, и я в бассейн надеваю другие очки и стараюсь там через год, через два, вот так, ну, полтора года менять очки, потому что они все равно устареют. А сколько вообще в коллекции очков у вас? Ой, нет, в коллекции у меня нет коллекции, ну, старые очки, там, штук три, наверное, лежат, четыре, но это дорогие очки. А сколько? Это просто вопрошу. Ну, тысяч 10, наверное, сумма стоит, наверное, 11, я думаю. Ну, если бы в долларах, тогда это бы заинтересовало. А, ну да, нет, 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 у нас был один депутат, который так приходил и показывал свои часы, там, за 30 тысяч долларов, ну, сейчас он ходит в ДКМБ теперь периодически. Не будем его фамилией называть, ну. Мы и не надеемся. А у вас есть какой-то пунктик вот такой вот, кто-то любит часы, кто-то там по обуви, по хорошей? Ну, слава богу, я не привязан к таким вещам. Меня это очень радует, что у меня нет такой зависимости от вещей. Вот я еще про правительство хотела спросить, затрагивали как-то этот вопрос уже. Сложилось впечатление такое, и сигналы с разных сторон поступают, из разных госорганов, ну, вот на невысоких уровнях, да, что после того, как отстранили правительство Сапара и Сакова, после того, как начали возбуждать эти вот уголовные дела, перед этим мы же все прекрасно помним, что были много инициатив, хороших проектов, что сейчас люди боятся чем-то заниматься и какую-то на себя брать ответственность, чтобы потом как-то не попасть под вот это вот все. Все связано с ТЭЦом, понимаете? Ведь решение по ТЭЦу принимали, реконструировать его нужно было, нужно было, да, и решение принимали все, да, в том числе, кто сейчас говорит, что не надо было это делать, вот, и, понимаете, простой государственный служащий, он же это видит, он же видит, что вчера, когда министр, депутат, другие там люди говорили, что надо-надо, а тут они говорят, а, оказывается, вы дураки, нам это навязали, мы проголосовали, ну, извините, но так получилось, да. Было даже такое, что люди ставили подписи, а сейчас говорят, не, это вообще, оказывается, это просто, это, ну, я просто вот подписал, потому что, ну, и тысячу причин себе придумал. Все же это видят. Естественно, ну, я был бы простым государственным случаем, я бы делал бы все, чтобы чего-то не подписывать. А зачем? А какие у вас планы на будущее? Есть ли какие-то амбиции? Стать министром, вице-премьерный, или нет? Ну, я хотел бы все-таки поработать в правительстве и показать, что, знаете, что и там можно быть эффективным, несмотря на то, что у тебя есть какая-то там физическая инвалидность, да. Мне это хочется показать для кыргызстанцев и для управленцев, чтобы они потом не стеснялись брать таких же людей, как я. Наверное, больше вот это во мне движет. Ну, и хотелось бы лично для себя отметить, что я могу, потому что в теории мы много чего говорим, мы много чего предлагаем, но когда дело доходит до исполнения, поверьте, это, я уверен, что там в тысячу крат тяжелее. А каким министерством вы могли бы руководить? Ну, это смотря каким бы предложили бы. Ну, исходя из вашей возможности, сферы интересов. Нет, я бы больше взял бы сферу, скажем, налогов, потому что там можно показать какой-то результат. Сейчас, если взять там, допустим, министерство социального развития, там результат особо не покажешь. То, что тебе дали деньги, то и ты эти деньги должен просто эффективно раздать, и все. А еще выше цели до премьер-министра добраться? Вы знаете, чтобы быть премьер-министром, это я должен быть очень-очень близок к президенту. Вот в нынешней конструкции, да? В нынешней, прошлой конструкции я должен быть... Потому что сейчас так получается, что премьер-министром становится тот, кого любят очень сильно. И причем это люди не партийные, как правило, почему-то, да, там, они голоса не собирали у избирателей, они не добивались этого, они просто с одобрением приходят. Вот, и это не надо скрывать. И может, и сейчас, может быть, это неплохо, но, по крайней мере, это то, что мы имеем. Ну, и вот в плане мотивации людей с ограниченными возможностями здоровья, чего бы вы еще хотели достичь? Я знаю, что вы очень много делаете в этом направлении, и законодательно, и физически, да, как-то помогаете, мотивируете. Ну, и вот еще чего хотелось бы достичь в этом направлении? Ну, мне бы хотелось бы, конечно, инфраструктурные проблемы наши решить, те, которые долгое время никак не решаются. Если по образованию, трудоустройству, я сейчас вот законопроекты инициирую, то инфраструктурно, там, естественно, тротуары удобные, удобные там офисы, это законопроектом не решишь. Хочется реализовать много еще различных идей, и все-таки хочется с парламента перейти уже в правительство. Вот это лично, если по работе, что касается личных других, то я не хотел бы о них раскрывать. Спасибо, что раскрыли то, что смогли раскрыть, были достаточно откровенны, была очень интересная беседа. Я, по-моему, много чего наговорил. А у нас здесь все немножечко расслабляются и говорят. Все отлично, все замечательно. Может быть лишнего, но зато правду искреннее и откровенно. Особенно про легкие находки. Это была программа «Нить накалу», увидимся еще. Спасибо.